Кармани-вадикарасти мафали-шукадхачана Горья Гоштипатти Си Силабхти Шиддханта Сарашвати Госвами Бхагвад Горья Гоштипатти Си Силабхти Шиддханта Сарашвати Госвами Так вот Прабхупад сказал, что мы пришли в этот материал мир не для того, чтобы стать плотниками или какими-то кузнецами. Прабхупат говорит, что мы пришли в этот материальный мир не для того, чтобы стать какими-то плотниками или кузнецами. Мы пришли сюда, чтобы служить Бхагавану Шри Кришне, чтобы совершать бхакти, преданность лотосным стопам Верховного Господа. И это единственная обязанность. И ничто не нужно, кроме этого. Вы помните, в те дни я говорил о ныне Кришне. Вы можете помнить, что я начался в санкт-Петербурге. В этом, вы можете помнить, что я был в таком стопе. Но я хотел бы еще раз поговорить, что я уже говорила, что я уже говорила. И вот в этом разделе Сангхи-юги Бхагаван Сикришна говорит Арджуне, поскольку Арджуна, он решил не сражаться, я уже говорил, что Арджуна, он сказал Кришне, что он предался его лотосным стопам. Но Арджуна опять говорит, что он не может сражаться. И то, что говорят гуру Вашнавы, мы должны делать, исследовать их указаниям. Если мы будем как-то комментировать, аргументировать или еще как-то противиться этому, то это доказывает то, что мы не предались на 100%. Это главное. И вот Кришна, он говорит, то на основе, и вот в общем, Кришна говорил Арджуне, и Арджуна под влиянием слов Кришны, и он уже почти собрался сражаться, но потом опять передумал. И вот эту шлуку я хочу еще раз обсудить, но в прошлый раз времени было мало на все, и поэтому я еще раз говорю об этом. И вот можно вспомнить, что когда рождается ребенок постепенно, он ползает, потом взрослеет, потом становится зрелым, и потом начинает стареть и умирает в конце. И это такой жизненный цикл. И вот если душа, она вечна, все знают об этом, что душа, она вечна. И если она вечна, и та же душа, пребывающая в... И она всегда пребывает в нашем теле, и только наше тело, оно меняется от тела ребенка к телу юноши, потом взрослого человека или старика. И вот эти определения возраста и прочие титулы, они относятся только к телу, и это не качество души, душа, она отлична от тела. И Кришна здесь хочет сказать... Дехам тарапрактир дхирха стакра намайкхати. So, you know, it is one kind of, you know, we are giving education that you are old, you are young, that's all. But this is Дехам, that's why Дехам тарапрактир, when you are going to leave your body, Ну, когда вы оставляете ваше тело, Кришна, Он не говорит, что вы умираете. Кришна говорит очень научное слово, Он не говорит, что вы умираете. Кришна, Он говорит очень научно, вот такими словами. Душа, она всего лишь меняет тело. И те, кто таттва-виды настоящие, они никогда не сожалеют о неизбежном. Те, кто знают таттву, таттва-виды, они видят и не скорбят о неизбежном. И если у вас есть сила, возможность, вы можете, то есть, Куркмураж говорит, как определить таттва-виды, а нет, нет таттва-виды. Таттва-виды, они могут видеть настоящее, прошлое и будущее, и любая ситуация, в которой бы Он не находился, Он никогда не скорбит о ней. Может быть, это желание Шри Кришны, и поэтому они знают, они никогда не скорбят настоящие таттва-виды, они никогда не скорбят о неизбежном и одновременно видят настоящее, прошлое и будущее. И вот Кришна говорит дальше, те, кого можно назвать дирой, дирой, это тот, кто имеет таттва-гьяна, это тот, те, кого майя не может затронуть, они зовутся таттва-гьяна, таттва-гьяна, саду Гуру Ваишнава. Я говорил раньше о качестве Гуру, какие качества должен иметь Гуру. Мы должны чувствовать, что от Гуру, от настоящего Горда исходит некая сила, некая энергия. Он не такой, как обычные люди, когда вы смотрите на него, вы должны чувствовать, что он сияет какой-то невидимой энергии, а это происходит от того, что он находится в непрерывной связи с Верховным Господом, с Духовным миром. Если вы посмотрите на них, вы почувствуете, что такие личности, они полностью отличаются от обычных людей, подобно тому, как, ну, подобно некому такому заряженному предмету. Их человек говорил, что, как определить настоящий сад Гуру Ваишнава. Это те, кто, они полностью не заинтересованы в этом материальном мире, они находятся в этом мире, чтобы совершить какое-то служение, и все. И вот та причина, по которой он пришел сюда для того, чтобы совершить служение. И вот я хочу обсудить опять об этом, что вот в христианстве, например, в Библии можно найти, что люди приводят различные примеры, которые ненаучны. И в Индии те атеисты, настики. Был даже какой-то речек, который никогда не верил в служение Верховному Господу. Он верил в то, что все временно, нет ничего вечного. И он не признавал существование вечного мира. И поэтому, вот, ихний сампрадай, Чарвак сампрадай, называется, они говорят... Ринам Критва, Гритам Пибет. Ринам Критва, вы можете пойти на рынок, если вы не имеете денег, вы можете пойти и лень что-то денег для кого-то, и вы можете платить лучше, и вы можете楽иться лучше, и вычислить вашу жизнь. Кто будет говорить, когда вы будете дать, а потом, а потом... После твоей смерти, ничего не будет. Все упрактически, useless. Ну, и в их учении говорится о том, что все временно нужно просто жизнь, наслаждаться жизнью и не думать о будущем. Ну, в общем, и они не признавали никакого духа, и просто признавали какие-то временные наслаждения, которые доступны в этом теле. И большинство людей, они так и думают, может, даже не могут говорить, что они верят в какой-то духовный, трансцендентный мир, но практически это никак не доказывает, по сути. Если бы они по-настоящему верили в этот духовный мир, они вели бы себя совершенно по-другому. Большинство людей хотят просто наслаждаться жизнью, есть, спить и спать. И это такая формула всего мира. Просто большинство людей, они просто стремятся только к наслаждениям. И в Библии говорится, что после вашей смерти, согласно вашим грехам, то Господь, Он отправит вас навсегда. А если что-то хорошее делать, то тогда этот же Господь, Он отправит вас в рай тоже навсегда. Это плохая концепция, совсем не научная. Верховный Господь, то есть в Библии, например, в христианстве нет концепции Верховного Господа, они могут что-то говорить, но практически этого нет. Иисус Христос, Он говорил о Себе как о Сыне того Верховного Господа. Он дал Себе такое определение. И вот суть в том, что это не концепция Верховного Господа, то есть это неправильное представление о Верховном Господе, что Он просто наказывающий, поощряющий. То есть, что там не ухажет, то есть, Господь подобен любящему Отцу, и Он дает нам возможность исправиться, если мы совершили ошибку, то мы можем ее исправить, а не находиться в аду пожизненно, как в крестьянской версии. Вот какие-то другие, эти Майвади говорят, что душа всего лишь одна, подобно Солнцу, а все остальные это всего лишь отражение Солнца в воде. Но это неправильно и нет никаких доказательств ни в Ведах, ни в Бхагаватах, ни в Пуране, ни в Пуранах, ни в Упанишадах, нигде. И вот Бхагаван Си-Кришна, Он душа всех душ. И вот я говорил уже, что все временно у нас есть наши органы чувств, через которые мы чувствуем, включая ум. Наш ум – это тоже орган чувств. Если наш ум не будет кооперироваться с нами, то мы не сможем ничего сделать, мы будем рассеянны, что-то можем делать, но ничего толком не получится. И вот… И вот говорится, что мы должны терпеть временные явления, как жара и холод, например. И перед тем, как мы оставляем свои тела, если наш ум и сердце, они не сбалансированы, не находятся в покое, то мы не сможем достичь успеха в этом случае. Например, если кто-то нас оскорбляет, и мы никак не реагируем на это, то это очень хорошо. Я уже говорил о таких великих личностях, и они, если их кто-то критиковал или ругал, они никак не реагировали на оскорбление или ругание таких людей. И такие примеры могут показать нам, кто татава дарше, а кто нет. Как, например, во время силы Бхакти Валабхи Тирти Гасай Махаражи к нему на программу пришла какая-то полуобнажённая девица, и он просто посмотрел на неё, и ей просто стало очень стыдно, что она в таком виде. Он ничего не говорил ей, но после того взгляда, ей стало очень стыдно, что она пришла в таком виде. Это не возможно, что она в таком виде. Это не возможно, что она в таком виде. И это очень сладко, это черный. Как вы получаете? Внутри вашей сенсорной. Если вы ударите на поток, то это слишком сильно. Если вы ударите на поток, то это слишком сильно. Если вы ударите на поток, то это очень сильно. Я уже говорил о том, что Дага Вадамирто, вы можете помнить, не пытайтесь забыть, мы должны иметь всегда связь с Гуру и Вашиновами. Всегда, если мы даже что-то делаем, мы всегда должны иметь связь, мы должны помнить о Гуру и Вашиновах, независимо от того, чем мы занимаемся. И вот я раньше говорил о том, что Махраша рассказывал о том, что Санатана Гасвами, что был один Брахман, он сидел на берегу какого-то сровара, совершал арчина Верховного Господу. И вот в уме он приготовил Параману для того, чтобы поднести Верховного Господу. И он подумал, что надо проверить, горячая Парамана или нет. Нужно сейчас подносить или подождать, пока остынет. И вот он прикоснулся пальцем к Парамане и обжегся. Хотя эта Парамана была в уме приготовлена. И вот смотрите, как велика концентрация такого Брахмана. Брахмана Гасвами «О, это холодно, 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 вот так вот». Но когда он не дает предложение к Аджун, то вдруг он должен был уничтожить. Он должен был уничтожить. Он должен был уничтожить, как уничтожить. И вот, когда он приходится к таким временным явлениям, как жара или холод, почет или позор, и прочие такие двуственные временные вещи. Мы должны полностью беспристрастно относиться к ним. И вот Бхагаван Сикришна хочет сказать нам, что нехорошо оставлять для нас наши обязанности. Арджуни говорит, что это ты воин, и ты должен схожаться. Ты не можешь оставить свои обязанности, как даже в жизни домохозяев. У мужа какие-то обязанности, у жены, у отца, у детей, у всех свои определенные обязанности. Если они не будут их исполнять, то к ничему хорошему это не приведет. Особенно на Западе можно увидеть, что люди живут, как хотят. И вот я могу случай рассказать. Один человек, ему 75 лет где-то, вот он с садовником работает, траву подстригает. И вот один какой-то человек мимо проходил, смотрит, садовник траву стрижет, жарко на улице, солнце светит. Я думаю, что вы 100% из Индии. Как вы знаете, что без Индии этот вид не возможно? А этот человек на Западе дело было. И вот какой-то молодой человек подошел к этому пожилому садовнику и предложил свою помощь в постригании травы. И этот садовник был очень впечатлен и сказал, что ты, несомненно, из Индии, поскольку только в Индии есть такой почет к старшим. И вот в 15-й шлоке я говорил, В 15-й шлоке, Продолжение следует... 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 я говорил уже о том, что такие временные вещи, как жара и холод и прочее. То есть это временные вещи, которые не будут с нами вечно. То есть эти временные вещи, они просто не вечны, приходят и уходят. И Кришна говорит, если, например, случается какое-то несчастье, например, наш сын оставляет тело, вот на санскрите как бы нет такого слова, как смерть. Что такое смерть? Мы просто души, которые заключены в теле. И если мы меняем тело, это просто смена тела зовется. А душа она вечна, она неуничтожима. И никто не умирает на самом деле. Это Кришна, такую идею Кришна хотел рассказать Арджоне. Смотри, никто не умирает, они просто могут поменять свое тело. Вы знаете, на сато биддате и хава, на бхава биддате и сата. Что не там, что вы не сможете увидеть, что оно там. Это не существует. Вы чувствуете инсалты, вы чувствуете, вы чувствуете, в текущем? Вы чувствуете с болезнью. Вы чувствуете? Сейчас петли, вы чувствуете болезнь. Друзья, вы знаете, что то, что то, что то, что тоже может быть болезнью. И также какие-то неприятности, которые мы встречаем в этом мире, они тоже временны. Мы просто чувствуем разочарование какое-то время, и потом опять наслаждаемся жизнью. Как, например, я видел, отец шел в крематорию, чтобы сжечь тело сына, который оставил тело, вот Бхагава там в пятой песне описывается случай. И вот отец шел в крематорию вместе с телом умершего сына для того, чтобы сжечь тело, оставленное им. И через пару дней отец опять наслаждался жизнью. То есть покрытие. По крайней мере, мы должны возвыситься на положение Раджа Гуна. То есть те люди, которые находятся в Тамагуне, они должны, по крайней мере, возвыситься на уровень Раджа Гуна. А как мы достигнем Сатва Гуна, если мы находимся в Тамагуне сейчас? По крайней мере, мы Раджа Гуна должны достичь, и потом впоследствии уже Сатва Гуна. Так люди, которые в Тамагуне находятся, они обычно очень долго спят. И те махапурши, можно посмотреть на их жизнь, что они не теряют свое время. И это ему впоследствии более-более подробно в следующие дни расскажу. Почему ты, выражаясь скоростью, почему ты скорбишь? Матхра Гуна. и те, кто могут ясно видеть, что такое сад и что такое асад. Я уже говорил об этой шлоке. И вот какая же обязанность садгуру дать нам ясное представление ученикам о том, что такое вечное, что такое временное. Садгуру должен дать нам знание о том, что ведет к спасению, а что к порабощению. И в третьей песне Багуа там Капила говорит Девахути. Я сейчас произнес такую совмещенную шлоку. Одна линия со второй, но они очень подходят друг к другу. Санга, общение, оно очень важно, оно всегда происходит с самого рождения. Мы не можем избежать этого, что мы не будем ни с кем общаться. Кто такой Шукадев Госвами? Шукадев Госвами, он ни с кем не общался. Даже когда он родился, он даже не поинтересовался, кто его отец и мать. И это причина нашего рабства, поскольку мы общаемся с обусловленными существами. Что вы имеете в виду? Есть. Если вы не в общем прислыхе, что прасадов из Камчуда вы думаете, что начнала самасипед, кто-то вы не знаете, что вы не готовите. Как они будут рисковать? Там нет. Не гиперасады. Марахады, я clearам, что прасадов в нём. Как вы хотите? Ну, прасадов. Потому что вы не донурируйте прасады. Вы даже не знаете, как вы получите прасадов. Есть с удовольным кончай находерия. И вот Капилла говорит своей матери, что кто может избежать общения, но важно избегать плохого, дурного общения. Иногда бывает так, что те, кто стремятся к благому общению, но все же они не могут доказать, что они пришли за сатсангой, у них есть какие-то посторонние желания, и если они по-настоящему стремятся к сатсанге, зачем они отвлекаются на какие-то дешевые вещи? И если у нас будет возможность обрести общение с возвышенным садом, то даже совсем немного общения с возвышенной душой, это очень и очень благоприятно для нас. Инстабельная ситуация. Инстабельная ситуация. Инстабельная ситуация. Инстабельная ситуация. Инстабельная ситуация. Инстабельная ситуация. И очень важно понимать, что такое садусанга, что такое не садусанга. это очень научное определение. Шилла Бхактимана Та Кур говорит об этом. И вот Шилла Бхактимана Та Кур говорит о великих людях. Сатсанга, она не что-то дешевое. И вот Шилла Бхактимана Та Кур говорит, что вы можете пойти в любое место и обрести Сатсангу там. Нет, это не так. Сатсанга, она не столь дешевая. Мы не можем надеяться, что Сатсангу можно найти на любом базаре. Сатсанга, она очень редка. Сатсанга, она настолько редка, что душа после скитания по всем 14 мирам, если у нее достаточно запаса удачи, Сукрити, то по такой запасу великого Сукрити можно обрести святое общение, настоящую Сатсангу. Но опять же, это можно не понять. Даже Иисус Христос, Он был в Индии, чтобы обрести основу для своей философии. И вот душа скитаясь по многим местам, но не у всех достаточно удачи, чтобы обрести настоящую Сатсангу. Но те, которые смогли обрести, как осознать, что именно это настоящая Сатсанга, как можно осознать, что это Сатсанга? И вот Сатсанга, она не столь простая и дешевая. И поэтому в Бхагаве там говорится, что... Есть два вида Сукрити. Первое, оно может принести нам наслаждение. И второе, Бхактион Мухи Сукрити. Это то Сукрити, которое может дать нам какую-то поддержку для того, чтобы обрести Бхакти. А второй вид Сукрити, он принесет нам богатство, наслаждение, как можно видеть, например, где-то сидят в Саньясе все в браслетах, в золоте. То есть некоторые Саньясе, можно видеть, что ходят в золоте, там у них одного золота, может быть, на несколько миллионов. Украшаются, как непонятно кто, и ходят в очень дорогой одежде, и рассказывают лекции такие люди еще. Хотя я слышал, что, вот, согласно английской пословице, говорит, если чарити begins at home, то есть благотворительность должна дома начинаться. То есть мы из себя сначала должны начать. И вот те саду Гуру Вашнавы, они... Они должны помогать развиваться этому обществу. Хотя саду не так много, но все же, они есть. В Нарадо Пуране описывается, что если бы не было никаких саду, то сразу все творение, оно разрушится. Солнце и луна, звезды, они не смогут находиться на своем положении. Саду Гуру Вашнава, они должны вести общество, но сейчас так случилось, что общество, оно ведомо какими-то мошенниками, какими-то политиками, даже про политиков говорится, что они должны быть хорошими философами. Все политики, они сначала должны стать возвышенными философами, а еще лучше Вашнавыми. Как, например, Рамачандра, он сам был духовный Господь, но он всегда слушал Риша и Муне, он спрашивал у них, что ему нужно делать, или Амбариш Махарадж, Парикшат Махарадж, Парикшат Махарадж. И вот сейчас мы все забыли. И то, что вечно никто не может уничтожить это, а то, что не вечно, оно само собой разрушается, и почему же ты скорбишь? Это обязанность. Садгуру, их долг, вести общество в должном направлении, они должны указать нам, что такое сад, а что такое асад, что такое вечно, а что временно. И многие люди, они неправильно поняли Бхакти Сиданду Сарасвати и Шилы Прахопада. Большинство людей, они не поняли послания Шилы Прахопада. Они думали, что Шилы Прахопада может только критиковать, но практически никто не понял, что он хотел показать путь к абсолютной истине. И многие не смогли потерпеть этого, и поэтому говорят так. Большинство людей, даже те, кто приняли прибежище у Шилы Прахопада, они не смогли понять его послания, а не просто какие-то люди. То есть даже те, кто приняли прибежище у Шилы Прахопада, и то некоторые из них оставили Шилы Прахопада. И Шилы Прахопада. Кешева Гасвай Махараджиан говорил, что сначала хочу знать, кто Гурдев этого человека, который написал, ну, которого что-то пишет, сначала скажет, кто его Гурдев. Он говорил о каком-то ученике, который оставил Челу Прахопаду и писал какую-то ересь впоследствии. А еще какие-то другие миссии пытаются доказать, что они следуют Челу Прахопаде всегда. И могут они напечатать большую вывеску о том, что они следуют Челу Прахопаде. Но у них есть какая-то книга, которая напечатана в их обществе, и она полностью против, эта книга полностью против Челы Прахопады и Челы Бахтёна-Такура. То есть эта книга доказывает, что они против Челы Прахопады. И вот меня много раз, Махараджа много раз приглашали в ту организацию, но даже однажды пригласили быть главным спикером, когда приезжал премьер-министр Индии. Но Махараджа, он все равно отказался и не поехал, не принял этого приглашения. И вот пускай такие люди совершают самоубийство, а если у них есть какая-то любовь к Гаудия Мадху, к Челе Прахопаде, то почему они так делают? Но возразить они ничего не могут. И вот сейчас мы поняли, что сатсанга – это вопрос Великого Сукрития, и мы должны стремиться к сатсанге. Сатсанга – она очень важна. Я очень часто спрашивал Гуру Махараджа, если вы уйдёте из этого мира, как я смогу обрести сатсангу? А Гудр знал, что это глупый вопрос, и ничего не отвечал мне. И вот однажды Гуру Махараджа сказал мне, «О, мой сын, ты спрашиваешь этот вопрос снова и снова, что сатсанга – она не так проста и не так легка. И когда я уйду из этого мира по милости Кришны, Шичита Нимаха Прабу, несомненно, я думаю, что ты, если ты по-настоящему стремишься к сатсанге, если ты по-настоящему искренен, то не тебе надо организовать сатсангу для тебя. А если нет, то изучай книги из Чилы Бхакчина Натакура и Чилы Прабхупады, это тоже сатсанга. Гуру Махарадж говорил, что сатсанга настолько редка в Кали-югу, и поэтому Гуру Махараджа сам был вынужден явиться в эту Кали-югу. Гуру Махарадж смотрел на меня и смеялся. Обрести саду – это очень сложно, практически невозможно, и поэтому Шичита Нимаха Прабу, он сам явился в форме саду, чтобы люди пришли к нему. И вот, по милости Гуру Дэвы, Чилы Прабхупады, если мы сможем осознать, мы должны осознать, что такое сатсанга, что такое асатсанга, и вот садгуру, они показывают нам границу между садсангой и асатсангой. Вот слово «беда» значит разница между сад и асат, то есть между вечностью и временностью. Я могу несколько примеров привести, например, мы думаем, что мы великие ваишнавы, и мы живем своей жизнью. А вот мой хороший пример приводит, если мы будем думать о себе, как мы, о великом ваишнаве, то так получится, что мы будем других ваишнавов избегать, и поэтому ни к чему хорошему не приведет. И поэтому слишком много денег, богатства нам не нужно, и можно сойти с ума. И под влиянием этого богатства можно, не так случайно, оскорбить гуру ваишнавов. И что я хочу сказать, Чиллапа Купат говорит в этой книге «Вастов Самадан Киса», кто-то говорит, например, что я возвышенный ваишнав, но этот человек потом может совершить какую-то ошибку. То есть, если кто-то ваишнава может во甚麼, то, что говорит, что ваишнаве,lem, что сужaktu вопросом, Купат сказал, что alguien не хочет, чтобы и dissolved его. И Funny, что вы как посмотрели, обязаве 보이는界 Cupба, и он делает гуру ваишнаве, например, своим мысом, чтобы погружить его, для глубокiology ученики. То есть мы не должны критиковать других, поскольку в будущем может такая же ситуация с нами случиться. Например, мы можем думать, что мы совершили какое-то благое дело, но Шила Пахопад говорит, что это совсем нехорошо, ваше представление неправильное, мы не должны были этого делать. И вот разница между сатсангой и ассангой, она очень тонкая и очень легко запутаться, что мы можем вроде как сатсангу совершать, а по факту ассанга получается очень-очень тонкая грань. Если перейти на полмиллиметра в одну сторону, это будет сатсанга, а в другую ассанга, и как это почувствовать, нужно совершать баджан, без баджана мы не можем понять. Мы должны совершать баджан, и тогда автоматически будет ясное представление в нашем сердце, что такое вечность, что такое вечное и временное, и что сат и ассанг. И вот, Бхагаванщик Кришна говорит Арджуне. Бхагаванщик Кришна говорит Арджуне. И вот Вездесущий Верховный Господь, Он есть, Вездесущий. И поэтому у Господа есть такой качество, что он везде присутствует, и поэтому Он зовется таким Вездесущим, как Хирани Кашипу спросил Прохлад Махараджо, что Господь в этой колонии, и Прохлад Махараджо сказал, да, Он везде. И будьте уверены, что никто не может уничтожить эту Вездесущую Истину. Кто ее может уничтожить? Мы не можем уничтожить эту Абсолютную Истину. Это нить, она вечна. В этом материальном мире мы можем иногда видеть, что... Что про кого-то говорят, что человек Асад, то есть не хороший, в общем, и это представление, оно в обществе есть, поскольку они не имеют представления о том, что такое по-настоящему Асад и Асад. То есть, если некоторые хорошие люди, но это качество добропорядочности, как долго оно будет находиться в них, как, например, Аджамила, он был очень порядочным, образцовым браманом, но как долго... И как так случилось, что его сатата, качество честности, добропорядочность, оно пропало? Ну, поскольку Аджамил его добропорядочность, имело какие-то пределы, и он не смог устоять перед этой проституткой, и вот так получилось, что он упал. Ну, это такое обычное представление, но согласно Гитте, что есть вечное, и бхакти – это вечная функция нашей души. По-настоящему Абхинадhyay. Хорошо. Поэтому. Так, Абхинадхи, естественно, пока, никто не может дестроить, потому что-то нет. Потому что это не возможно. Омоготочек, никто не может дестроить. И души, они очень малы, и у них тоже есть качество Верховного Господа. То, что они, будучи очень малыми, но по качеству они подобны Верховному Господу, и они тоже вечны. И вот в Панишадах есть такая шлока, и вопрос возникает, по ней различные желания есть у этих душ. И жизнь за жизнью кто исполняет их желания? Кришна, жизнь за жизнью, Он исполняет все наши желания. Кришна, Он вечный, и души, они тоже вечны, у них есть такое же качество. И в Веданда Сутри 3.23 там описывается, как выглядит дживатма, как понять, что это душа. Но она невидима, душа, она невидима, мы не можем видеть ее. И вот в Веданда Сутри 3.23 говорится, гунат алакват, то есть по качеству она подобна частичке света, но не свету. Частичке света и не то же самое, а похоже на свет, как на частицы света, точнее. И вот как это возможно тогда? Атма, она настолько тонка, что если мы... Она невидима, чтобы понять, что такое душа, материального ума мало. Что такое атма, как она выглядит, каковы качества, мы не можем чувствовать этого. И вот эта маленькая атма, у Арджуна, она находится в теле, и все тело, оно наполняется сознанием, поскольку... Благодаря этой мельчайшей душе, и под ее влиянием это тело, оно наполняется сознанием, и можно видеть результат, но понять, где атма находится, тяжело. Она очень могущественно, и Махапабу приводит пример, что если... Махапабу приводит пример, что если поместить телок из Чандана, нанести вот этот... Маленький телок из Чандана себе на лоб. Вот особенно вот есть такой Чандан из... С Южной Индии откуда-то, которому... Матхавендапури, за которым Матхавендапури пошел в Южную Индию. И он предложил его к Хирачо Габинатху. Это очень дорогой Чандан. Иногда аюрведические доктора, они дают совет, что... Можно взять такую маленькую частичку Чандана, поместить себе на лоб, и все тело, оно охладится. Оно будет чувствовать прокладу. И вот Махапабу говорит, что хотя душа, она очень мала, но все же можно чувствовать ее влияние. Как, например, все живые животные, слоны, львы и прочее, они живут тоже только благодаря тому, что душа пребывает в их теле. Барат, значит, это имя Арджуна. И вот это Махрош перечисляет все это имена Арджуна. Я уже говорил. И вот в этой шлоке используется множественное число, поскольку Арджуна перечислял всех шлонов. Своих родственников. И вот говорится, что все живые существа, они рождаются, получают какое-то тело, и впоследствии они умирали. И никто не будет жить вечно. Даже полубоги, они обречены на смерть. Даже Брама, просто он долго живет, но он все же обречен на смерть. У Арджуна все живые существа, они рождаются и умирают. Точнее, их душа, она постоянно меняется. Тела, которые рождаются и умирают. И так циклически это происходит. И поэтому ты не должен скорбеть о том, что неизбежно. И говорится, что татва дарши, они никогда не скорбят о неизбежном ни о рождении, ни о смерти. Поскольку они знают, что по-настоящему никто не умирает. Смерть – это то слово, которое запирает нас в материальном мире – рождение и смерть. И ничто иное. И вот это слово «шариринаха» – это тело в Упанишадах, это тело сравнивается с колесницей. И Параматма, она пребывает в качестве этого кучера, колесницы, водителя. И те, у кого есть материальное тело, если… То есть Кришна говорит Арджуне, что все те, кто имеют материальное тело, они все равно умрут. И впоследствии Кришна явил свой Даршан Вишварупы. Он показывает Арджуне, что смотри, ты не хочешь сражаться, а я уже убил их всех, а ты всего лишь инструмент. И в гите я могу показать пример Даршан Вишварупы. И он показывает, смотри, Дроначарья и все тысячи твоих родственников, они уже умерли. И Арджуна говорит, останови, я не могу видеть такое зрелище у Кришна. То есть Кришна показал уже, что они уже умерли и все в такую вселенскую форму. Это наше тело. На санскрите есть два слова, шарири, шарири, значит, тело аш-шарири, и тот, кто пребывает в этом теле. Душа, она никогда не умирает, только меняет тело, в котором она пребывает. И никто не может убить дживатму. Она за пределами человеческого понимания. Промея – то, что можно доказать, а промея – то, что недоказуемо за пределами человеческого воображения и понимания. За пределами логики мы не можем видеть атму, но можем чувствовать. И те, кто очень умные, те, кто татвагьяни, они никогда не привлекаются какими-то красивыми женщинами или еще кем-то. Они смотрят на тело как какое-то временное пристанище души, состоящее из пяти первоэлементов. Я могу привести пример Джайдева Госвами, его жена. Она, подобно Лакшме, настолько прекрасна, но Джайдев никогда не смотрел на нее с наслаждением. И поэтому Кришна был вынужден прийти к Джайдеву. И мы должны достичь такой абсолютной ситуации после того, как мы изучили гиту и куда нам идти, после того, как мы достигли этого нейтрального уровня, где никакие проблемы не достигают нас. И мы должны думать, что Гаудья Даршана очень высокая, но мы должны до этого еще думать, куда же нам идти. Гаудья Даршан очень возвышен. Это не значит, что, будучи в материальном состоянии, мы сможем стать гупи. Кто сказал вам, откройте Джайдарму, Шитани Шикшамритва, там тысячи примеров, кто обманывает вас. Обман не так плохо. Дарвуя Патисхта, if you stop my harикадhan, I don't care. You can stop my harикадhan, I don't care. Расскажи, I am not speaking of the persona. Музыка И вот Кришна говорит Арджуне, что ты говоришь как ученый человек, но когда, но своими действиями, ты показываешь, что ты просто глупец. Энам значит, эта душа никогда не может быть убита, и те, кто знают, и те, кто думают, что их могут убить, и те, кто думают, что может кого-то убить, это просто глупцы, они не знают, что душа вечна и неразрушима, и оба этих человека, они в невежестве пребывают. Наям, значит, Наям, Атм, это... И вот душа, она не может убить другую душу, и сама не может быть уничтожена. А те люди, которые думают, что боятся, но которые думают, что их могут убить, или сами могут кого-то убить, это просто они в невежестве. Атма, она никогда не... Они не умирают, и не создаются души, они вечны. И вот как душа не может быть сотворена и уничтожена, тоже не может быть... Кришна, Он нерождённый. Он нерождённый. И... У души тоже есть такое качество, но согласно своим прошлым действиям, душа, она получает своё тело для того, чтобы страдать от результатов своих прошлых действий, прошлой кармы. И вот для того, чтобы получить результаты своей кармы, душа, она обретает грубое тело. И вот... И вот для того, чтобы уничтожить душа, она обретает грубое тело для того, чтобы уничтожить душа, она обретает грубое тело. В Дроначарье или Бишме, они всегда были, они вечны. И насколько велик возраст души, какой возраст души нету, никто не может сказать ничего про возраст. Поскольку они безначальные, бесконечные, и это то, что вечно существующее и древнейшее, с незапамятных времён. Если кто-то кого-то убивает, он просто убивает тело, а душа, она остаётся, она просто меняет тело. Он просто убивает тело. И в этом материном мире, если мы будем думать, размышлять снова и снова то, что рождается, и после того, как кто-то родился, он существует какое-то время, и потом взрослеет, стареет. В этом материном мире, напряжение, напряжение, оборудование, метаболик, метаболик систем, changing your body, follow, changing going on, you cannot feel, every day thousands of your bodies are blind, blood cell, body cell, and while you are taking kusatam, again new cells are growing, if somehow your growth of your body cell is not stopped, that is called blood cancer, body cancer. То есть можно увидеть, что тело меняется, со временем растет, изменяется, метаболизм происходит, и то, как выглядели мы там в 10 или 20 лет, то в 50 или 70 лет мы по-другому будем выглядеть. И вот Боледов Федебушин говорит, асти – это существование, значит, то, что занимает какое-то место. И вот кто-то рождается, существует, возрослеет, меняется. и умирает. И эти шесть вещей… они всегда происходят, но мы глупы и не можем видеть, это всегда происходит во всем этом бесконечном мире. можно видеть, что эти изменения происходят. И это зовется майя. Морочь… Морочь… одействие… Морочь… И вот в Катхопанишат говорится В Катхопанишат И вот ты к сатре и ты должен сражаться и не скорбить, а неизбежно об этих временных вещах. В Катхопанишат 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 И вот Бхактинонтакур говорит, тот, кто знает, что душа, она вечна, нерожденная, и не умирает, и никто не может убить ее. И этот человек, как он может выражать такие, говорить, что я не могу сражаться с Арджуном, как это возможно для кого-то убить кого-то, настроение Арджуна это невозможно. И Бхактинонтакур пишет здесь. У Арджуна даже в шастрах это не запрещено отдать жизнь за Дарма-юдху, за такую справедливую войну. Но в шастрах говорится, нужно идти и сражаться. Но умрете вы, если вы умрете на этом поле боя, то если это Дарма-юдху, это такая справедливая война за Родину, то вы достигнете небес. А если победите, то тоже не проблема. Будете победителями, а если умрете, то в рай попадете. Дарма-люалистичный. Дарма-юдху, тех, что ученые получается. Будет береги. Именно. Дарма-юдху, все va Typeку, все secrets. lift это несц it. Дарма-юдху וßerяна. Рязань, давайте посмотрим. ähr obрана-юдху. абсолютная blue of esquerь. О, Раджуна, это тело подобно рваной одежде, и когда твоя одежда износилась, ты выкидываешь ее и одеваешь новую. Продолжение следует... И вот когда тело взрослеет и стареет, и когда муж жене все его челесные функции останавливаются, то душа оставляет это тело и вскоре принимает следующее тело. Души, они везде присутствуют, мы не можем видеть, но души, они везде, даже в каждой капле воды, если дождь, например, идет, то в каждой капле находится душа. Душа не везде, даже в каждой капле воды в виде микробов всяких и прочих живых существ. Душа не везде. Душа не везде. Душа не везде. И вот Бога там описывается, как рождение человека, как оплодотворение происходит. и прочее. И вот душа, она никогда не может быть убита или уничтожена. И также шаг в шакти, поскольку душа не относится к татарстве о шакти и в науке, мы тоже знаем, что энергия, она никогда не может быть уничтожена. Она может лишь трансформироваться в другой вид энергии. Энергия, она никогда не может быть создана или уничтожена, она просто меняется, меняет свой вид. И вот так в школе вот преподают такой закон сохранения энергии. Например, мы трем одну уроку, а другую мы механическую энергию преобразуем в тепловое. Или механическую энергию в электрическую, преобразуем с помощью турбины и генератора. Но суть в том, что энергия она одного вида в энергию другого вида переходит, но она не сотворяется. И это такая теория, закон сохранения энергии. И какова мистерия за всем этим? У Арджуна просто это тело, которое оставляет этот человек. То есть душа, она когда оставляет свое тело, она впоследствии обретает другое тело, может быть, того же вида, либо другого. И иногда бывает, что душа не может получить от Саимади, что в этом случае какие-то творения, они из пота создаются. Ну, как, например, если какой-то сырой рис поместить в какую-то емкость, закрыть лет на десять, то можно видеть, там какие-то насекомые заведутся. Или скорпионы могут завестись. А кто его отец и мать, если они были в банке и закрыты? Это очень странно. Мы должны иметь знания о свете и тьме, поскольку некоторые вещи мы можем видеть только тогда, когда тьма наступает. Как, например, звезды. Можно ли их видеть днем, когда светло? Нет. Только с наступлением ночи. То есть не только день имеет хорошее качество, но и ночь также. Можно видеть те вещи, которые не видят днем, например, звезды. И таким образом души постоянно меняют тела, в которых пребывают. И поэтому я говорю... А, вот как вот на чеке, то... А, вот как вот на чеке, то... Ямараш сказал, что я хочу дать тебе три любых благословления. И он на чеке, то спросил, я хочу знать все о душе. Тогда не нужно мне никаких благословений от тебя, благословений. И вот он сказал ему, что ты один из... Я знаю, что ты татвагьяни, ты один из двенадцати махаджан. Ямараджи говорит. И вот если мы совершаем бхакти, то... Ямараджи говорит, я не могу влиять на этого человека, поскольку он совершает бхаджан. И поэтому Ямараджи дал наставление Ямадутам. Это вот про Аджамилу, с Аджамилой связанная история. В то время Ямараджи сказал... А эти Ямадуты, точнее, Нарай-надуты, они говорили Ямадутам, что он вот Харинам повторяет. У вас нет права его схватить. И те, кто совершают Кришнапазу, они к Ямараджи не попадают. Ямараджи сам сказал, что Вашнавов, чтобы Вашнавов не трогали, он дал наставление своим этим трем слугам, чтобы они тащили к нему всех, кроме Вашнавов. Я Господь всех дживатам, но не тех, кто поклонен, но не Вашнавов. Это Ямараджи говорит. И таким образом Начикета очень умен был. Первая просьба его была, я хочу узнать мистерию души. Ямараджи был очень... Он хотел как-то избежать. Говорит, могу дать любое другое. Зачем тебе такие трудности? Нет, я хочу знать мистерию души. И тогда Ямараджи начал ему рассказывать. И вот Начикета обрел это полное знание. Никакое оружие не сможет уничтожить или как-то повредить животное. Вот это следующее слово. Огонь не может никак сжечь душу. Вода не может ни намочить, ни утопить душу. Ветер не может высушить или сдуть дживатму. И то, что мы не можем понять, что такое душа на самом деле, но отрицать его существование мы тоже не можем. Атма, она есть. Начикета, он очень умен. Он понял мистерию души. И те, кто таттва видит, они могут видеть то, что описывается в этой эшелоке, что души, бесчисленное число душ, они прибывают везде. Иногда они рождаются, иногда не рождаются. Когда рождаются, то можно видеть, как они существуют. И могут они непроявленные также быть. И до души даже Арджуна, он почти сошел с ума, когда... Арджуна дал обещание какому-то Брахману, что он сможет защитить его ребенка, что Непродива, Непродива, Непродива не смог защитить, а как ты сможешь? Арджуна сказал, что я не тот, не другой. Мое имя Арджуна и мой лук и стрелы, они Гандива называются. И Кришна улыбнулся и просто сказал, посмотрим, что случится. Вот когда ребенок родился, Арджуна защитил всю комнату своими стрелами и луком. Он с помощью какой-то магии создал какую-то клетку. Но как только ребенок родился, он умер, душа вышла из его тела. Арджуна не смог видеть, куда она ушла. Эта душа, он стоял там с луком и стрелами и собирался убить того, кто заберет эту душу. Но Брахман начал видеть, оскорблять, ты глупец. Ты вообще никто. Даже женщины лучше, чем ты. Пообещал, что защитишь моего ребенка, но ты ничего не сделал. Вот смотришь, душа ушла от всего тела, ничего не смогли сделать. И Арджуна, он перед этим обещал, что я сожгу себя в огне. И если я не смогу защитить твоего ребенка, я войду в огонь. И вот уже огонь собрали сделать, что Арджун жег себя там. И тут Кришна пришел, спрашивал, чем занимаются. И сказал, пойдем со мной, я покажу тебе, где эта душа. Арджуна, он уже собирался прыгнуть в огонь, но Кришна схватил его за руку и сказал, что не надо. Пойдем, я покажу тебе, где эта душа. И вот они сели на колесницу и поехали. Доехали до места под названием Бума Пуруша, и вот они вошли в Бума Пуруш. А там еще до этого Маха Калапур был. Они пересекли эту область. Она была очень темная, и Кришна Далука занял сюда, чтобы она летела впереди и светила. И это Бума Пуруш поклонился Кришне и Арджуне, и Кришна. Гума Пуруш сказал, что я забрал всех душ из тел детей, которые рождались у этого Брамана. Почему? Как почему? Чтобы увидеть вас. То есть он хотел Кришну увидеть, но другого пути не было, кроме как убивать этих детей. И вот Арджуна даже не смог защитить эту душу. Ну а что говорить, у нас с вами на западе тоже проверяют в какой-то закрытой полностью комнате. Они хотели... Ну, кто-то там умирал, а хотели в такую закрытую комнату поместили, чтобы душа осталась, но душа улетела все равно. И это статус души, и пытаясь понять мистерию души, и готовиться к сражению. Но Арджуна не был готов, он не предался Кришне. Если бы он предался Кришне, то... Это почему Арджуна так много вынужден был говорить, точнее, почему Кришна так много вынужден был говорить Арджуне. А потому что Арджуна не предался Кришне, а самопредание – это очень-очень редкое качество. Это ситуация. Кармани-адигараси мафали-сукадача. Паанчхабарпадогваши кепасы на Бабиша. Патичана и Бабиша. Паанчхабарпадогваши кепасы на Бабиша. Паанчхабарпадогваши кепасы на Бабиша. Если кто-то сражается за свою Родину, что случается? Такие люди в ад попадают или нет? Нет. Если они сражаются за Родину, они на какие-то более высшие планеты попадают. В ад они не попадают, но, в общем, какие-то более высокие планеты. Но, вероятно, они не будут помогать. Они не будут помогать. Но если борьба за грех, то лидеры борются за ойл и не для чего-то? Нет. Иллегально, те, кто борются, это разное. Те, кто воюют за Родину, за какое-то благое дело, то такие войны попадают на более высокие меры. Те, кто это коже сказать... Алиседий, ка? В qu衣и отрядили по Felixunisк влияет лег Индивидидам ужеいる. Вопрос в том, что с врагами случится, например, кто-то на Индию нападает, то есть они, под Махраджи говорят, люди попадают, после их смерти попадают в какое-то необъяснимое состояние, но не в ад. То есть, если человек самоубийство совершает, он сразу в ад попадает. А если на войне погибает, то есть те, кто на родину защищают, они на небеса попадают. А те, кто нападают, те куда-то в другое место попадают. Душа, например, после того, как человек совершил самоубийство, какое-то промежуточное состояние попадает. И как, например, человек какое-то самоубийство совершил две с половиной тысячи лет, и до сих пор в этом подвешенном состоянии находится. То есть, зависит от действий определенной личности. Академия и они могут придать в порядке. И они могут придать в порядке. И они могут придать в порядке. Это ситуация. И еще есть еще вопросы? Нет? Спасибо за вопрос, Марай. У меня есть вопрос. Мы в Татастха Шахти, да? Следующий вопрос. Мы в Татастха Шахти. И возможно ли для Татастха Шахти достичь духовного мира? Можете ли вы объяснить? И вот насчет Татастха Шахти я уже книгу пишу, про дживататма, откуда происходит, какова их цель и прочее. Сейчас я кратко скажу. На самом деле, атма – это душа, не Татастха Шахти. Но качественно они не подобны Кришне качественно. Я уже говорил. Татастха Шахти. То есть они качественно, они подобны этой душе. И в любой ситуации душа бы, где бы она ни находилась над чинмой, но когда мы получаем вдохновение, вдохновение. То есть можно иметь связь с Адгуру, то можно получить чувство, что наша душа, она трансцендентная. Имеет качество чинмой. Но это долгая тема Татастха Шахти, где она находится. Татастха Шахти, она исходит из пограничной энергии Шихи Кришны. И это имеет качество бедобьет Пакаш. Читани Читамати говорится и Татастха Шахти. Это душа Татастха Шахти, но они внутри Кришны непосредственно не присутствуют. И как это тогда возможно? Как я уже говорил, читал шлоки Бхагаватам. Это уже говорил, да? Что это было? 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 Как Кришна говорит, я везде, но я также отдельная личность. Я везде сущен, будь уверен в этом. Но все же у меня есть своя отдельная личность. И как это? Это по влиянию Йога Моя. И если мы примем, что Татастха Шахти уже в Кришне, то это не совсем правильно, поскольку внутри Кришны Сваруп Шахти. А снаружи внутри Кришны, то есть Сваруп Шахти всегда это внутренние энергии Шри Кришны, но Дживатмана из Татастха Шахти происходит. И с Татастха Шахти тоже из Кришны происходит. Как Кришна говорит, я везде, но также я отдельная личность Йоджиога с вами также говорит. Я в следующие дни более подробно расскажу об этом. Это отдельная Татастха Шахти, очень отдельная и долгая тема. И вот Дживага с вами говорит, что по непостижимой энергии Кришны, Дживатмана и внутри, и снаружи Кришны находится, Татастха Шахти точнее. Свара горбом есть три. Свара горбом. 6 детей, дживат и один. 6 детей, дживат и один. И вот снивая, калнемия там... запутанные там истории с ними махараша более подробно дальше расскажет какова мистерия сарагарбхи и вот гуранга махапрабха когда он родился после вишварупа это мистерия вишвана цикаватия говорит что они как бы родились из этого чрева матери и то же самое время нет это мистерии никто не может объяснить как то есть они как бы родились от этой матерей и луны тоже самое время нет а